Привет! Сегодня я хочу представить вашему вниманию обзор ноутбука рабочей мобильной станции HP 14U ZBook. Вот он, да, 14-дюймовый ноутбук. Ну, почти ультрабук, можно сказать. Такой вот он по толщине. Что у нас внутри. Так, вот мы видим, как он выглядит. Клавиатура с подсветкой, процессор Intel Core i5 7-го поколения. То есть у них может быть и 5, и 7 разных вариантов исполнения. Клавиатура тоже может быть без подсветки, может быть с подсветкой. У меня с подсветкой. Так, такой вот удобный стеклянный тачпад. Ну, чем-то в чем. Трекпоинт. Кнопка включения. Динамики. Звук, кстати, представлен от Bang & Olsen. Вот есть даже такой. Также забыл упомянуть наличие вот таких вот двух кнопочек. Тоже одна из них это выключение Wi-Fi радиомодулей. А вторая это выключение звука. То есть, ну, бывает достаточно удобно, чтобы не делать это вручную. Тормащие мышки. Делается это нажатием всего лишь этих двух кнопок. Также есть наличие сканера отпечатка пальцев. То есть в комплекте идет всегда программное обеспечение для защиты информации. Так, экран, разрешение по VHD. Бывает и PS матрица, бывает и не PS матрица. Поэтому тут как повезет. Ну, или конкретную конфигурацию надо выбирать. Так, что мы имеем по портам? Как видите, My Workstation. Холостение. Ножки по портам. С правой стороны у нас USB Type-C. Но это не Type-C, то есть не Tenderbolt, не DisplayPort через USB Type-C. А это именно USB 3.1. Так, потом у нас дальше есть DisplayPort. Аудиоразъем для подключения наушников или гарнитуры. USB 3.1. Разъем гигабитный для подключения сети. Порт для подключения док-станции. И разъем для SIM-карты. То есть он поддерживает также 4G. Так, и порт для подключения питания. С другой стороны у нас порт VGA. И USB 3.1. Так, и слот для карт для защиты. Также у нас его традиатор охлаждения и замок Kensington. То есть для блокировки устройства на рабочем столе. Так, также имеется еще карт-ридер. Вот такой вот. Так, посмотрим, что у него внутри. Очень много обзоров видел, но ни в одном из них не было представлено, что в нем внутри. И, конечно, интересно, почему никто не показывает. Ну, я вам покажу. Для того, чтобы его разобрать, нужно достать вначале резиновые заглушки. Так. Так. Продолжение следует... 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 и скорость чтения и записи 3200-1200 соответственно. Также возможна установка SSD-диска и жесткого диска, или еще одного. Для этого понадобятся вот такие вот салазки, и вот так вот он устанавливается сюда. Ну, мне это нет необходимости, поэтому я его снял. Так, что мы видим дальше? Дальше у нас есть два слота DDR4. Также у нас имеется еще один слот M2, но это слот для подключения модема 4G. То есть антенны, как вы видите, уже разведены, разъем для сим-карты подключения есть, но самого модема нет. То есть можно купить и поставить, если есть необходимость. Еще один слот для подключения Wi-Fi и Bluetooth модуля. Ну, он во всех практически всегда установлен. Так, система охлаждения. Система охлаждения у нас состоит, как вы видите, из одной тепловой трубки, которая идет. И две площадки. Одна на процессор, одна на видеокарту. Ну, кажется, система охлаждения недостаточно хорошая, так как в 15-дюймовой модели такой же, то есть 15U G4, у них две тепловые трубки отдельно идет на процессор, отдельно на видеокарту. Но на самом деле охлаждение справляется очень даже неплохо. Сейчас мы после сборки, я вам это покажу. Собирается тоже достаточно просто, накрывается крышка и закручиваются винтики. Теперь после сборки, я хочу показать все-таки про систему охлаждения и нагрев, который может быть. Вот у нас запущена AIDA. Как вы видите, батарея, вот она на 51 тысячу ватт-часов. Датчики. Ну, если система без нагрузки, то вот как показывает, как работает система охлаждения. То есть, температура не превышает 40 градусов, то есть 36-38 градусов. Если же мы запустим стресс-тест. Вот выбраны все пункты, кроме диска. Ну и смотрим, что будет происходить с системой охлаждения. То есть, как можно слышать, она запустилась. То есть, когда система в пассивном состоянии, то вентилятор не крутится. И система практически беззвучна. Ну, сейчас пошел вот нагрев. Ну, что хочу сказать еще помимо всего, то есть даже под нагрузкой, система охлаждения достаточно тихая. То есть, не могу сказать, слышно ли на видео или нет. Но, на самом деле, слышно просто небольшое шуршание. То есть, бывает и гораздо громче. Что мы видим? Ну, температура поднялась почти до 50 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как видно, спустя 2 минуты температура держится в районе 50 градусов. Ну, по личному опыту использования могу сказать, что при серьезных нагрузках, то есть если даже попробовать поиграть в какие-то игры, то температура не превышает 80 градусов, держится в районе 75-77 градусов. То есть, в принципе, система охлаждения для данного ноутбука справляется с его задачами более чем достаточно. Ну вот, прошло уже около 8 минут, и, как вы видите, температура не поднялась выше 55 градусов. В целом, вот такой вот неплохой ноутбук для работы, для тех, кто занимается каким-то дизайном, моделированием. Ну, или просто хорошая шустрая машинка для повседневного использования. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет еще много чего интересного. Всем спасибо, до свидания.